автомобили prada мы знаем и любим ездим уже довольно давно это автомобиль у нас в эксплуатации три года как раз только только он появился мы его сразу прикупили и в декабре будет три года как машина ездит это соответственно дизельный двигатель 2 и 8 литра первые выпуски машин а тут не так давно пришло известие что toyota внесла некоторые изменения дизельный мотор ну и немножко в салон автомобиля естественно это не могло пройти для нас незамеченным вызвало самый живой интерес по стоку поскольку чего тут греха таить мотор у прадика хоть и хорош тяговит надежен но не очень интересен в езде эту машину мы уже чиповали заявлением автора программы не должно быть 210 сил новый мотор который сделал toyota по заявлением завода изготовителя выдает 200 но не только за счет чиповки изменилась кое-чего и внутри самого двигателя сравнивать новый автомобиль с нашим наверное некорректно потому что во-первых разница в возрасте и пробеге во вторых наш чипован в третьих у него колеса нештатные на 2 дюйма больше поэтому в сравнение к современному новому prado снова 200 сильным мотором мы смогли найти такой же prado но еще с мотором 170 сил машина годовалая пробег у нее 15 тысяч километров у этой около пяти и здесь мы получим достаточно корректное сравнение насколько новый мотор лучше или хуже или там вообще ничем не отличается от старого но и если отличается то чем вкратце в двух словах о том что же поменяли в двигателе другая турбина и добавили балансерный вал для того чтобы мотор работал ровнее тише так это или не так ну сейчас попробуем посмотреть и показать если конечно видео покажет некие некую разницу мотор нового продика внешне ну найди 10 отличий не найдешь все то же самое один в один как и у предыдущего даже самый опытный класс наверно не найдет особо никаких отличий вот все прям один в один все те же пластмасски детальюшки та же самая крышка пластмассовое изменений никаких вот мотор немножко другие фишечки явно присутствует здесь их не видно так в целом железо аналогичные посмотрим как работает один и второй вот так это слышно снаружи вот мотор выставился в рабочий режим он прогретый ну вот по ощущениям да работает мягче и чуть потише здесь звук более жесткий чуть более шумный но относительно вибронагруженности мягче работает однозначно мягче работает мотор значительно так это чувствуется машина у нас одинаковых комплектациях абсолютно новая беленькая черненькая старенькая и в салоне в целом ничего не поменялось кроме монитора он стал больше на новой машине это тот старый монитор функцию свои выполнял абсолютно нормально всегда за три года эксплуатации собственно автомобиля никаких проблем с ним не было в простых комплектациях нет навигации и собственно функции монитора довольно таки ограниченные в основном то информации которые на нем выводится по аудиосистеме ну и по камерам камеры все те же самые на и на и на старой версии на новой все дело пожалуй только в размере самого монитора в кнопках управления и добавленных некоторых новшествах на самом мониторчике он там сейчас на новой машине может работать и под андроидом и под айфоном я покажу на новой машине монитор нового автомобиля однозначно эстетичнее красивее кнопочки такие стали какие-то модные нарядные ну и размер надеем больше функционал по сути тот же самый так по большому то счету небольшие изменения то так все то же самое дюйм разница конечно ощущается смотреть в него приятнее больше никаких отличий здесь все то же самое те же самые три режима коробки спортивный обычный нормальный и так называемый экологичный те же самые системы помощи на бездорожье даже сиденье те же самые вся разница только в моторе и дисплее ну есть еще небольшие наружные изменения скажем снаружи новый автомобиль можно отличить по слегка другой решетки радиатора хром у нее стал не просто блестящий а с таким красивым черным оттенком сейчас я попробую на новым прадике с новым 200 сильным мотором вытягаться со старым прадиком правда уже куда то поехал но вот не терпится парню прям меня объехать ну погнали да разница конечно очень ощутимо причем если первоначальный самый момент старта это до 20 может быть километров в час машины стартуют примерно одинаково то дальше конечно новый автомобиль вырывается вперед есть ощутимый подхват очень мощный интенсивный и вот такой задорно приятный которого на старой машине конечно очень не хватает здесь прям супер раз два три оба не ну вообще небо и земля легко легко уходит вперед вообще просто вот не напрягаясь очень большая разница и коробка работает кстати говоря иначе настройка коробки коробка то та же самая а вот управление ей оно явно изменилось коробка дольше держит низшую передачу как бы понимая стиль езды активнее переключается явно попробуем еще раз и оба ну да вот где то вот после 30 прям уходит вперед и очень интенсивный идет разгон старый мотор отстает прямо заметно сразу же два ну вообще легко и непринужденно старый автомобиль очень сильно отстает в разгоне до сотни заметно ярче четче реакция на педаль газа старая машина так не реагировала чуть под нажимаешь мотор практически сразу реагирует на старой машине больше запаздывания на нажатие на педаль газа чем здесь это тут конечно более приятно настроено задержка есть но она стала значительно меньше прям нажал и ну если ее уже начинает мотать тогда сбрасываем так 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 уходит уходит гад ну скользко скользко тяжело надо на асфальт выходить педаль в пол ну белый прям вот уходит уходит вперед раз два три ха-ха-ха я обогнал ха-ха-ха так сейчас включен спортивный режим оба помчали ну вот сейчас то миша спорт старт не проспал стартанул нормально и уже конечно белая машина вырывается вперед хотя скорость у нас и не велики пока но резвость старта с места и выход на вторую передачу заметно лучше у нового Прадика чем у старого так что мы решили сейчас попробовать нашу старую добрую Прада со слегка чипованным мотором поставить в пару с новым Прада со стоковым мотором в чем смысл ну наверное в том что на таких Прадо ездит уже много людей и мотор этот 2.8 он же стоял еще и на предыдущей Прадо ну и понять насколько же вот такая вот обычная лайтовая чиповка может тягаться с новым мотором есть ли смысл бежать срочно продавать старый мотор и покупать новый или же можно просто чипануть старый и получить неплохой вариант ну уходит чуток конечно вперед хотя такой прям сильно большой разницы как на стоковой машине с прежним мотором все же нет мне приходится сейчас еще немножко осторожничать потому что под колесами реально скользко а резина на этой машине стоит не зимняя это универсальный протектор еще и АТ машина конечно немножко плавает это чувствуется и приходится осторожничать сейчас мы еще попробуем найти кусок чистого асфальта переехать там эксперимент будет более наверное правильным ну здесь тоже сейчас еще поэкспериментируем ну надо сказать что старый конь борозды это не портит если еще сюда поставить стоковые колеса все таки плюс 2 дюйма они чувствуются и колеса сами тяжелее и диаметр реально намного больше там в стоке стоит 30 здесь 32 они отъедают приличной мощности я думаю что переставь его на обычную резину ну будет примерно наверное то же самое сейчас попробуем еще разок не уходит вперед уходит не так сильно явно как раньше конечно как на той машине но уходит хотя с другой стороны разработчик ПО для чиповки обещал 210 сил по идее здесь даже на 10 сил должно быть больше чем там выпуск крючок чуть-чуть вперед ушла машина но опять же наверное Немножко сейчас раньше он стартанул Но это буквально на какие-то доли секунды Но может быть этого хватило Уже для того, чтобы чуть вырваться вперед Но в общем-то примерно получается Что при штатных колесах машины будут равны То есть в общем-то если у вас есть старый Prado Вы его можете чипануть Динамику в финале Вы получите примерно такую же Наверное как и у нового Prado С новым мотором Но ощущения от езды Такие веселые все равно не будут Продолжаем наши эксперименты С Prado Это 150-й Со старым 170-сильным мотором Это 150-й С новым 200-сильным мотором Сейчас у нас Чистый асфальт под колесами И мы пробуем Ту же самую историю Кто кого Ну тут как говорится без комментариев То есть вообще без комментариев Все ясно и понятно сразу Можно даже по-моему еще раз И не экспериментировать И даже и не пробовать Конечно для чистоты эксперимента Мы это сделаем еще раз Но в принципе Можно даже и не делать Все и так понятно У тебя там спорт режим? И у меня спорт режим Три Уходит причем легко Хотя я стартанул сразу Может быть даже немножко вперед Я стартовал быстро Максимально быстро Причем даже без переброса ноги Я тормоз держал левой ногой Миша так 100% не делал Он стартовал с переброса ноги Сейчас мы пробуем Еще раз изобразить Примерно то же самое Парный старт Старая машина С чипованным двигателем И новая машина Ну в общем-то Здесь уже картинка Конечно другая Чем на скользком покрытии Сцепление с шин хорошее И в общем-то Все так не очень-то уже Однозначно в разгоне Ну так скажем Выходит вперед Ну уже с трудом Здесь я наверное Немножечко на старте Чуть-чуть проспал Самую-самую малость Пошел, пошел, пошел Чуть-чуть Немножечко Все-таки Побыстрее Но это Даже не на первоначальном Моменте старта То есть мы в общем-то Стартанули сейчас Примерно одинаково с ним Может быть Немножко Резче я Чуть-чуть Там какой-то Вот доли секунды Но потом все таки Но потом все таки Потихоньку-потихоньку Новый мотор Стал выезжать вперед Примерно одинаково с ним Примерно одинаково с ним Нет, я рассматриваю его все-таки как внедорожник. Правда, пока остается все-таки внедорожником. Это хорошая рамная машина, крепкая, надежная, что проверено, да, это, так сказать, не на журналистских тестах по несколько дней. Это довольно жесткая, собственно, эксплуатация автомобиля. Автомобиль очень удобный, в нем удобно сидеть, у него хорошая эргономика, много помещается вещей. Нормальное заднее кресло, удобный, достаточно широкий, можно посадить трех человек. Нормальный микроклимат внутри. Особо придраться вот так вот, по большому счету, не к чему. Едет очень прилично, хорошая подвеска, глотает все дорожные неровности. В салоне достаточно тихо, да, можно улучшить шумоизоляцию. Ну, это там какие-то уже там нюансы для меломанов. То есть автомобиль хороший, сбалансированный, целостный, сохранивший отличные для автомобиля, конечно, подобного класса, внедорожные характеристики. И теперь с вот этим вот мотором он стал еще и очень приятным в езде. Пока в городе, так и на трассе, и на бездорожье. Чем интересен вот этот вот мотор 2.8? В отличие от многих современных дизелей, он не потерял ломовой тяги на низах. Что очень важно как раз для тех, кто эксплуатирует машину не только на асфальте. Машина очень тяговита во всем диапазоне оборотов. Интересно то, что его можно и крутить до отсечки, и он будет разгонять машину. Но при всем при этом, он будет и нормально тянуть на низах в грязи, причем в тяжелой грязи. Но сейчас, после вот этой последней переделки, добавления ему лошадей и крутящего момента, он стал еще и динамичным. Ну вот, мы его притормозили передлежащим полицейским, прокатились. Раз, быстрый старт с хорошим подхватом, мотор быстро выходит на высокие обороты. Раньше этого не было. Раньше все происходило плавнее, медленнее, так вот как в замедленной съемке. Причем даже на чипованной машине, все равно коробка работает не так оперативно, как здесь. И нет вот этого веселого подхвата, который как раз и доставляет удовольствие от вождения. То есть, как мы сейчас проверяли, например, в парных заездах, динамика-то примерно одинаковая у чипованной машины и у этой. Но отклик на педаль газа и работа коробки здесь лучше, и от этого езда становится более кайфовой. Чипованная машина ускоряется быстро, но плавно. Такой троллейбус. А здесь все-таки есть подхватик приятный. Вот это греет душу. Интересно, когда появятся программы для чиптюнинга уже вот этого мотора, что можно будет с него снять. Тогда, даже если там вот эти вот обычные стандартные лошадок 30 ему добавить, это будет уже 230. Это уже куда интереснее. Это будет уже ракета. Ну, среди внедорожников, конечно. Продолжение следует...